Вор в законе Вася Корж. Если бы выпустили энциклопедию о ворах в законе, то этот законник занял бы в ней достаточно солидное место. Вася Корж был если не идеологом воровской идеи, то точно ее последователем. Вплоть до конца своей жизни. Александр Качев по прозвищу Вася Корж провел в тюрьме больше половины своей жизни. Он умер от болезни в 77 лет в Харькове. Вася Корж был карманником, причем довольно хорошо он освоил эту воровскую профессию. Начал воровать с малолетства. В те 1930-е годы очень сурово относились к преступникам данной категории. Корж, как и многие карманники той эпохи, оказывается за решеткой на малолетке. Он бредил воровской идеей. Тогда еще не было воровского движения как такового карманики, как наиболее квалифицированные и организованные преступники, начинают организовывать на зонах свое братство. Ведь именно они чаще других попадали в тюрьму, считая ее своим вторым домом. Вася Корж, можно смело утверждать, был одним из тех, кто начинал всю тюремную перестройку. Уже став смотрящим за колонией, в одну из своих первых отсидок, когда Коржу едва исполнилось 25 лет. К нему в барак пришли первоходки, с просьбой о покровительстве. Их донимали местные рецидивисты. Вася трезво, своим воровским взглядом прикинул обстановку. И здраво рассудил, первоходок не трогать. Нечего им с первой своей ходкой становиться чертями. Они еще могут себя показать, причем с любой стороны. И если окажется, что Вася зря взял за них ответ, то они очень пожалеют об этом. В итоге парни сидели спокойно в когорте мужиков, ничем не скомпрометировав своего защитника. А Вася Корж следил за пополнением лагерного общака. Под его контролем в тюрьме были довольно крупные суммы денег и провизии. И все это в сталинскую эпоху. Когда на других зонах вспыхивали крупные конфликты, именно Вася шли малявы, чтобы он решил ситуацию в ответном письме. Он был авторитетом среди авторитетов и уголовной братьи. На воле он появлялся перебежками, несколько раз удираясь с зоны, за что получал очередные сроки. Тюрьма была его родным домом. Все, что он наворовывал на воле, он передавал в колонии, Грея арестантов. Сам ничего не имел, да и не положено это было по тем временам. Когда делали подход к стремящимся в законные воры, один голос Коржа мог изменить ситуацию. Известно, что при коронации одного из уголовных авторитетов по кличке Слон, Вася навел справки через своих людей и узнал, что Слон был замешан в краже в колонии, где отбывал срок. Слон выкрал у другого заключенного письмо с воли. Зачем он это сделал неизвестно, может захотел почитать. Казалось бы пустяк. Но на сходке Вася Корж постановил, либо Слон отправляется к чертям, либо его протяжи лишаются жизни. Пятеро воров, которые хлопотали за слона, явно приуныли. Они не знали об этом факте жизни слона. Обеспокоенные предевой Коржа, воры не стали отправлять слона в угол к чертям, а сами лишили его жизни, тут же на сходке. Вася сам шел по воровской жизни. Несмотря ни на какие перемены в воровском мире. Он отлично знал многих влиятельных воров в законе, многих из которых кстати сам и короновал в свое время, разглядев в них воровское будущее. Но Вася Корж никогда бы не подумал, что влиятельные воры, которые в свое время родили воровской идеей, сами начнут нарушать, причем безнаказанно воровские законы. Редактор субтитров А.Семкин